очень легкая воздушная и очень эффективная омолаживающая маска сегодня представляется вашему вниманию маска очень простая в приготовлении эффективно разглаживать даже самые глубокие морщины подходят для всех типов кожи эту маску также можно наносить на шею на кожу зоны декольте и на кожу вокруг глаз маска дает потрясающий уплотняющий эффект даже на самую дряблую кожу я уверена что эта маска станет вашей любимой привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете рецепт омоложение кожи лица в домашних условиях сегодняшняя маска это маска альтернатива ботокса эта маска эффективно заменяет уколы красоты делает кожу упругой гладкой эластичной после всего лишь одной процедуры вы заметно улучшите состояние кожи ваше лицо будет как после дорогого салона видео будет очень полезным информативным так что устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра и давайте приступим дай мои дорогие обязательно соблюдайте порядок приготовления масок от этого зависит то насколько эффективно эта маска будет работать и обязательно перед каждой маской если вы используете используете ее впервые проверьте свою кожу на аллергенность нанесите на сгиб локтя либо на запястье оставьте примерно на 5-7 минут затем посмотрите если у вас нет покраснения зуда неприятных ощущений то эта маска вам подходит нам понадобится 1 столовая ложка жирной сметаны сметану также можно заменить на йогурт либо жирный кефир следующий ингредиент для этой маски нам понадобится крахмал крахмал можно использовать обычный картофельный крахмал также очень хорошо подходит и кукурузный крахмал крахмал дает хорошее уплотняющее воздействие на эпидермис кожи к тому же крахмал очень хорошо уплотняет кожу нам понадобится одна столовая ложка крахмала момент приготовления домашних масок не торопитесь а тщательно смешивайте все ингредиенты добавляйте все компоненты поочередно и соблюдайте эту очередность от этого зависит качество самой маски и соответственно тот эффект который эта маска будет оказывать на вашу кожу следующий ингредиент для приготовления этой маски нам понадобится зубная паста можно использовать ту зубную пасту которой вы пользуетесь регулярно и чистите зубы также для домашних масок в состав которых входит зубная паста подходят детские зубные пасты с различными добавками и витаминами я использую обычную зубную пасту нам понадобится всего лишь одна капля а а маска имеет очень приятную консистенцию маска идеально подходит для недельного ухода для достижения наилучшего результата использовать эту маску нужно два тире три раза в неделю маска хорошо подходит для ухода за кожей лица за кожей шеи кожи зоны декольте также и для кожи вокруг глаз лучшее время нанесение этой маски это перед сном примерно за один час до сна утром ваша кожа будет сиять молодостью красотой и сверху маска идеально подходит для ухода за кожей лица за кожей шеи за кожей зоны декольте эту маску также можно наносить в бане в сауне на хорошо очищенную распаренную кожу если вы используете эту маску в домашних условиях то она идеально подходит для ухода после душа после горячей ванны наносить эту маску нужно на хорошо очищенную распаренную кожу лица по кожным массажным линиям наносить ее нужно одним слоем также эта маска подходит для ухода за шеей за кожей зоны декольте если вы нанесете эту маску на кожу вокруг глаз то эффект будет очень хорошим держать эту маску нужно не менее 20 минут после истечения этого времени нужно промокнуть маску влажным теплым махровым полотенцем затем легкими круговыми движениями по кожным массажным линиям сделайте легкий массаж мелкие крупинки крахмала одновременно дают и очень мягкое отшелушивание верхнего ороговевшего слоя клеток а питательные ингредиенты очень эффективно увлажняют питают и смягчают даже самую дряблую видающую кожу затем ополосните кожу лица прохладной водой эта маска требует дополнительного тонизирования кожи поэтому протрите кожу лица либо кубиком льда с заваренными лекарственными травами либо домашним тоником рецепт которого вы можете найти на моем канале после тонизирования омак не промокните кожу влажно по после тенизе тонизирования дайте тонизирующему средству подсохнуть и впитаться затем нанесите легкий увлажняющий или питательный крем для достижения наилучшего результата эту маску нужно делать 1-2 раза в неделю маска идеально подходит для всех типов кожи эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до пяти дней обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами для того чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложение кожи лица в домашних условиях всем мира добра и красоты а с вами была оксана увидимся завтра с новым рецептом всем всего хорошего пока пока